Переговоры России, Саудовской Аравии и других стран экспортеров нефти об ограничении добычи провалились. Они проходили в воскресенье 17 апреля в столице Катара Дохе. Цена на нефть сразу же упала. О последствиях провала переговоров для мировой экономики и политики рассуждают все ведущие мировые медиа. В 2014 году цены на нефть резко упали. Это больно ударило по бюджетам стран-производителей нефти. Они рассчитывали на совершенно другие доходы от продаж энергоносителей и, исходя из этого, планировали свою экономическую политику. Одна из причин этого падения – увеличение производства нефти Саудовской Аравии. Так она боролась со своими конкурентами на рынке энергоресурсов, пишет итальянский журналист Альберто Негри в статье от 17 апреля «Неконтролируемая система». Автор отмечает, что увеличивая добычу нефти, Саудовская Аравия также пыталась повлиять на главного врага – на Ближнем Востоке Иран. Эти два государства ведут борьбу за влияние в регионе уже не одно десятилетие. В этой борьбе Соединенные Штаты поддерживали Саудовскую Аравию. Из-за ядерной программы долгое время Иран находился под международными санкциями. Но после достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году, при остановке ядерной программы, американо-иранские отношения потеплели. С Ирана были сняты многие санкции. Саудовская Аравия очень осторожно отнеслась к такому развитию событий. Тем более, что эти две страны борются за влияние в Сирии и Йемене, поддерживая противоположные стороны конфликта. Саудовская Аравия почувствовала, что Иран ради снятия эмбарго двигался в сторону заключения соглашения по ядерной программе. Поэтому резкое падение цен на нефть – наихудшая санкция, которую Саудовская Аравия могла наложить на другую нефтедобывающую страну, ее конкурента и врага на поле боя. Иран рассчитывал, что после снятия санкции цена на нефть может достичь 100 долларов за баррель. Но когда эмбарго сняли, за баррель нефти уже платили менее 30 долларов. Это и нарушило радужные планы Ирана о быстром развитии экономики. Пострадали и другие нефтяные государства. Было несколько попыток стран-производителей нефти ограничить добычу, чтобы предотвратить падение цен. Но, к сожалению, они закончились неудачно. В 2016 году Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла достигли предварительного соглашения о замораживании производства на уровне января 2016 года. Условием вступления в силу этого соглашения было присоединение других стран-экспортеров нефти. Само достижение соглашения показало, что страны-производители нефти могут договориться, а значит заморозка производства возможно. А это потенциально может привести к дефициту нефти на рынке. В результате рынок отреагировал и цены на нефть выросли более чем на 30%. Нефтедобывающие страны, как члены организации стран-экспортеров нефти, так и государства, не принадлежащие к организации, согласились встретиться 17 апреля в Катаре. Там они должны были договориться о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года. По мнению журналистов Международного информационного агентства Bloomberg, Гранта Смита и Антони Ди Паула, если бы соглашение было подписано, цены на нефть могли бы превысить отметку в 50 долларов за баррель. Об этом они пишут в статье от 15 апреля под названием «Заморозка добычи нефти. Все, что нужно знать про саммит в Дохе». Но в последний момент Саудовская Аравия потребовала, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, включая Иран. Но Тегеран изначально не собирался ограничивать производство нефти и поэтому на встрече не присутствовал. Сегодня, 18 апреля, азиатский рынок сразу же отреагировал на провал переговоров падением цен на нефть. По мнению финансового обозревателя, ведущей немецкой газеты Die Welt, Франка Штокера, провал на соглашение в Дохе и падение цен выгодны европейским потребителям. Но в то же время это грозит миру волной протестов, недовольства и даже государственных переворотов. Это будет иметь опасные последствия в том числе и для Европы, отмечает Штокер в статье от 18 апреля под названием «Крах нефтяного картеля угрожает всему миру». Из-за падения цен на нефть ухудшится экономическая ситуация в странах-экспортерах энергоресурсов. А это, в свою очередь, может привести к всплеску народного негодования и даже к воинам, пишет автор. В Европу хлынут потоки беженцев. Россия также среди стран, которым угрожает нестабильность из-за дешевой нефти, Штокер пишет по этому поводу. Что касается России, то Путин держит массы в узде, призывая свой народ к традиционной стойкости и жертвенности и с помощью пропаганды, направленной против мнимых внешних врагов. Но долго ли будет действовать это одурманивание? Пока одни авторы предсказывают политическую нестабильность в нефтяных государствах из-за провала переговоров, другие пишут, что заключение соглашения в Катаре об ограничении добычи на уровне января 2016 года не сильно повлияло бы на соотношение спроса и предложения на мировом рынке. И, соответственно, не помогло бы повысить цены. Например, Гранд Смит и Энтони Дипаола в статье для Блумберг, о которой мы уже говорили, отмечают, что сейчас страны, которые поддержали соглашение, уже производят в мире значительно меньше нефти, чем в январе. А журналисты авторитетной американской газеты The Wall Street Journal, в статье от 17 апреля встреча в Дохе не привела к подписанию соглашения о замораживании производства нефти, пишут, что низкие цены на нефть даже благоприятны для стран-членов ОПЕК. Они вытесняют с рынка многих производителей энергоресурсов, не входящих в ОПЕК. В частности, Соединенные Штаты уже снижают производство сланцевой нефти, потому что производить ее дорого, а продавать по нынешним ценам невыгодно. То есть менее конкурентные производители будут уходить с рынка. Так, уже в июне этого года, по мнению авторов, спрос на нефть может превысить предложение. Гранд Смит и Энтони Депаола в статье для Bloomberg также пишут, что в случае подписания соглашения в Дохе и роста цен на энергоресурсы, количество сланцевой нефти на мировых рынках могло бы снова увеличиться, что невыгодно государствам ОПЕК. Любое соглашение, которое бы повысило цены на нефть, было бы обречено на провал, поскольку позволило бы американским производителям возобновить добычу сланцевой нефти. Согласно данным Goldman Sachs Group, одного из крупнейших инвестиционных банков в мире, эти производители могут вновь вернуться к работе при цене 55 долларов за баррель. Альберто Негри в статье для El Soluente Quattro Ore, о которой мы говорили вначале, пишет, что времена высоких цен на нефть прошли, но эпоха низких цен грозит нестабильностью. Провал саммита в Духе показал, что политическая борьба между, в частности, Ираном и Саудовской Аравией преобладает над экономической благоразумностью. На этом мы заканчиваем с медиа-обзором, но только на сегодня, завтра в 20.00 вернемся.